добрый вечер коллеги поставьте плюсики как слышно рада вас всех приветствовать на нашем вечернем оре туре успеха сегодня перед вами будет выступать самые потрясающие самые классные успешные целеустремленные продвинутые пользователи сети интернет это наши студенты из к и школы обучения гур расшифровывать это как группа ускоренного роста многие из них будут впервые сегодня выступать для кого-то это да будет такой дебют дебют самый-самый как классный такой я хочу чтобы вы поддержали их бурными аплодисментами чтобы вы да на протяжении всего тура были с ними поддерживали смайликами восклицательными знаками потому что волнение естественно до присутствует когда первый раз выступаешь многие из них даже будут выступать с видео потоком это очень круто до готовится собирается приветствуем прямо сейчас мы уже стартуем и перед нами выступят сегодня я не я буду на ребят я сейчас всех представлю а потом в конце я еще раз возьму микрофон в перерывах я не буду включаться просто буду передавать микрофон от одного к другому и вот именно в такой последовательности и будут выступать как расположена у нас практически как расположена фотография и так первый нас будет выступать татьяна фролова из города питер я конечно не всех помню кто из какого города но кое-что про каждого знаю танюшка чем она выделяется до из всех чем она меня привлекает это очень позитивный человек и мамочка троих маленьких детей и при этом она все успевает самое моторное самое быстрое перед нами выступит уже известный нам спикер анастасия труфакина тоже мамочка которая сидит в декрете и очень потрясающий человек она у нас медик но насколько я знаю хочет свою жизнь связать с интернет проектом потрясающе счастливая женщина рябова лариса она заработает на производстве даже она у нас начальник не просто так очень серьезная дама деловая и при этом она успешно совмещает семейную жизнь работу высокие нагрузки и интернет-проект роман кравченко и да сегодня будет мужчина один выступать роман он семьянин у них прекрасная семья и самое главное что это ребята ведут семейный бизнес и его супруга красавица галина брюханова она будет сегодня поддерживать своего любимого в начинаниях да миша не надо черные очки ты не выступаешь сегодня я сказал сегодня будет выступать далее выступит шогик агаджанян это потрясающая мамочка маленькой малышки ангелинки и она просто потрясающе творческая и очень позитивная то есть мы когда с ней разговариваем она все время смеется с ней очень весело общаться и завершит выступление моя родственница которая сама буквально взяла меня как говорят быка за рога сама заставила меня взять ее в проект вот и при этом она не просто очаровательная позитивная и целеустремленная она еще и удивляет нас первых буквально дней работы в нашем проекте своими напором и результатом и то как она вовлекает людей и они сейчас сами все про себя еще расскажут подробно потому что здесь все все сплетено все между собой связано и первая история от татьяны фроловой и последняя завершающая история от анюты ивановой они между собой связаны так что будьте до конца в комнате чтобы узнать что же из между ними такого секретного между двумя этими девушками и сейчас я передаю микрофон нашему первому спикеру татьяне фроловой встречайте бурными аплодисментами меня видно слышно поставьте пожалуйста плюсики отлично всем 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 привет или столько всего наговорила про меня что у меня даже слезы на накатились хочу сказать сразу что вот арифлейм для меня наверное еще чем привлекательным тем что здесь все таки есть такая вот какая-то поддержка между нами друг друга что нету вот в обычной такой вот жизни наших ну как бы обыденных делах вот поэтому личик спасибо большое ты просто свет в оконце для нас всех вот ну еще раз представлюсь мне зовут фролова татьяна александровна мне 31 год я замужем второй раз уже и у меня трое замечательных детишек вот можно следующий слайд лили значит я имею два высших образования первым образование я получил в городе саратов санкт-петербург саратовском государственном университете имени черношевского психолог преподаватель психологии и второе мое высшее образование это я уже получила в санкт-петербурге буквально в этом году этим летом инженер эколог то есть я при могу проектировать очистные сооружения водопроводные сооружения и все что с этим связано вот санкт-петербург я переехала по так скажем приглашению моего коллеги водоканал на должность руководитель службы охраны труда промышленной безопасности работав три годика я ушла в декрет благополучно два раза замуж второй раз вот сейчас я декрет но тем не менее я подрабатываю я работаю еще сейчас веду несколько фирм готовлю документы по охране труда поэтому сожалению не всегда есть очень много времени заниматься именно арифлеймом хотя очень-очень хочется вот и лечка давай следующий слайд вот это мой муж мой самый лучший мужчина в мире он старт меня на 16 лет несмотря на то что у нас не не поняла почему вот я еще хочу сказать спасибо большое моему мужу потому что когда мне сделали предложение поработать в рефлейм я очень очень сильно сомневалась у меня были внутренние какие-то демоны которые говорили а надо а не надо а может быть а может быть не надо а муж говорит давай давай танюха мы должны подняться ты должна занять тут ступеньку самую высшую на карьерной лестнице вот значит ну скоро у нас кстати говоря три года совместной жизни именно иметь ввиду со свадьбы вот ну давай личик следующий слайд это мои любимые детки самый старший степан серединочки ему уже 11 лет он в пятом классе учится средняя доченька ксеничка два года 11 месяцев и самый маленький вот недавно исполнился годик такая красоточка у меня растет но они обе красоточки ксенька кстати очень похожа на анютку она такая же кудрявая как анечка вот а олечке сверху волосы прямые а уже снизу зашкаливают немножко кудрявятся вот я еще занимаюсь рисованием картин маслом это мое хобби я дарю картины вот кстати внизу посмотрите картины где с флагом ссср эту картину это знаменитый на самом деле картине перерисовала в подарок школе степи в класс они в кабинет повесили вроде бы как бы вот ну и так вот эти все картины с рыбами это я мужу рисовал подарок потому что он у меня по гороскопу рыба вот давайте следующий слайд у меня кстати на фоне могут появляться дети и муж так что уж извините пожалуйста вот ну как я уже сказала арифлейм в мою жизнь ворвался резко и без альтернатива без альтернативно вот сестра мне позвонила попросила и очень много сразу поступил информации но сейчас уже вот получается я где-то два месяца наверное может быть поменьше и у меня уже начинает все на места вставать в голове как-то все в общем-то укладываться вот и кстати я хочу заметить что только здесь я вот столько о себе стала думать и задуматься просто в суете дней жизненных как-то забываешь немножко о себе все дети работа а здесь ты начинаешь о себе презентации делать какие-то о себе там ну не знаю ну вы сами знаете снимать ролики заводить какие-то свои странички начинаешь задуматься ага надо здесь сфотографировать там надо что-то сделать то есть на жизнь смотришь уже немножко под другим так сказать углом вот следующий слайд а то я очень смущаюсь на самом деле волнуюсь я же красные даже вижу вот я уже сказала что вы решила моя жизнь реально изменилась не вот вот все что тут это я все сама заказывала я вот знаете как кощей над златым чахну я каждый заказик получаю все рассматриваю меня прям это какой-то сектор не скажет сектор давайте дальше или там наверно уже все я переживаю переживаю вот ну и конечно нашей большой дружной команде и семье можно даже сказать я желаю конечно же всем успехов побольше золотых корабликов золотых ключиков отличных закрытий каталогов меньше чтобы были возражения какие-то непонимания какие-то конфликтные ситуации с теми кто нас пока еще не поняла пока еще не с нами в корабле вот ну а моя цель в эрифлейм пока что это дважды бриллиантовый директор но все впереди муж сказал надо на самый верх где там президент самый вот туда мы и стремимся но пока что цели должны быть измеримы вот для меня измеримая цель это дважды бриллиантовый директор ну спасибо за внимание извините если что то у меня там коряво получилось первый раз очень волнулись все спасибо личка всем привет я вообще замечательно выступила я не знаю сама чуть не прослезила здесь сижу хорошо видно слышно меня отлично так меня зовут анастасия труфакина мне 22 года я из города киров являюсь студенткой кировского государственного медицинского университета на данный момент я мама в декрете вот мы и кадры из жизни это с универа фотография нашей группы и моя семья это муж олег и мой сыночек егорка которому сейчас девять месяцев можно следующий школьные годы закончила с отличием музыкальную школу также увлекаюсь вышиванием крестиком рисованием по номерам и как бы еще бисером увлекаясь но тут не нашла фотографию тому вот просто информация вот это мои увлечения проект пришла я случайно увидела объявление в интернете и решила попробовать вообще искала кредит работу чтобы как бы не следить на месте с плоской ну вы поняли с чем мои мечты это как и у многих я думаю финансовая независимость куда-то все ушло все слайды а мои мечты я думаю как и у многих это финансовая независимость путешествия которые очень вдохновляют так как вот вот то есть ты получаешь там новые эмоции впечатлений вообще путешествовать я думаю самое классное что здесь может привлечь еще и конечно мне очень приятно быть в команде успешных которые стремятся к самосовершенствованию к самопознанию к успеху каждый день что-то делают для улучшения своей жизни мне очень приятно что я среди таких людей что я тоже развиваюсь и что все будет круто и замечательно и наш проект наш классный проект интернет проект карьера онлайн это в принципе все дает стоит только потрудиться стоит только потрудиться стоит поделать определенные простые действия которые приведут из количества в качество и плюсом вы получите совершенствование то есть вы разовьете себя разовьете мышление успешных людей и вообще себя разовьете можно следующий слайд и самая тяжелая работа это конечно же работа на твой что это очень актуально в нашем бизнесе и немногие хотят это сделать так как не могут с собой справиться я думаю что не могут себя заставить что-то сделать сломать свои стереотипы в голове сломать тараканов убрать их выгнать просто поганой метлой грубо говоря из нашей головы чтобы добиться успеха но поздравляю мы с вами уникальные люди которые этого хотят и каждый день к этому стремятся команде и участникам всем желаю успеха желаю чтобы у вас была была большая успешная классная команда крутое настроение каждый день чтобы вы светились как лучик солнца и моя любимая фраза построй жизнь которой будешь гордиться всех поздравляю вы все молодцы спасибо удачи здравствуйте всем добрый вечер меня зовут я Лариса я работаю так работаю я далеко так что я хотела о себе рассказать я замужем у меня два сына и старший летом собирается жениться младший учится в девятом классе у меня два высших образования первое после школы закончила юргу я механик по образованию и получила второе высшее образование специалист по охране труда я слышала уже что до меня выступал специалист по охране труда мне лишнего приписали что я начальник нет я рядовой специалист по охране труда начальников надо мной очень много вообще у меня математический склад ума поэтому я все просчитываю анализирую и потом делаю выводы это у меня уже как-то привычка такая особо ну ну хобби тоже могу о себе сказать что у меня хобби очень много я шью сама дети у меня первое время всегда ходили только в своих вещах самодельных самошитых вяжу любым способом и это и спицы и крючок для меня не проблема вот есть у меня любимый огород есть любимые животные в том числе и кролики у меня даже есть вот такие у меня разные увлечения кроме этого я помогаю мужу пчелами он занимается пчелами немножко живу я в городе Аше это такой город находится среди гор и вокруг огибает нас река Сим поэтому такое ощущение что мы находимся как среди ладошек нас вокруг это защищает город очень красивый небольшой симпатичный и работаю я в машинском металлургическом заводе специалистом по охране труда в том числе и дополнительно у меня есть еще вторая нагрузка на заводе это я преподаю преподаю охрану труда руководителям так и специалистам ну как бы в детстве меня не предупредили говорили говорили что нельзя говорить нет теперь я точно знаю что я говорила всегда не хочу ни мет ни пет попала вот и туда и сюда и в мет и в пет так получилось то есть я и преподаю много и в том числе и рассказываю о казане врачебной помощи такие вот беды на меня свалились ну когда я вот преподаю например рабочим да по 4 часа слушают постепенно начинают вот так вот на парты получается я говорю как птица говорун пока говорю всех успокаиваю боюки засыпают вот легче рассказывать руководителям потому что они знают и живут в той же ситуации в которой я сложнее рассказывать среднему звену которая знает все проблемы и начинает пояснять у меня вот и насчет волшебного пенделя что я хотела сказать эм да вот это он получила я его можно сказать с двух сторон первое это когда у меня мама ушла на пенсию а от нее я получала всякие косметические подарки парфюмерию в том числе второй момент это у меня получилась ситуация когда у нас получилось что мы забирали сына из армии и попали в аварию машина у нас оказалась в дребезге и как говорится хоть и говорят что можно получить компенсацию у нас ничего не получилось потому что тот водитель насмерть машина у него не запрахована мы остались при своих интересах и мы взяли суду а потом у нас на заводе оказался кризис я искала дополнительные средства дохода дополнительный заработок вот и оказалось в результате объявлений здесь в Арифлейм у меня я конечно до этого узнавала что из себя представляет вообще сетевой маркетинг видела изучала некоторые виды маркетинга других компаний мне понравилось больше конечно Арифлейм тут качественная продукция и само собой и то что маркетинг вам более приятный удобный и не нужно никаких больших взносов первичных это меня устраивало люблю учиться расти совершенствоваться это для меня второй хлеб и превращать мечты в реальность вот моя маленькая мечта мой дом находится на берегу реки и река сейчас делает иногда сюрпризы выходит из берегов и нас топит поэтому мы решили что нам нужен другой дом в другом безопасном месте поэтому участок у нас уже есть мечта на нем построить хороший дом надежный который не топит и в не ставлю следующие задачи которые необходимы здесь это активнее рекрутировать затем перейти на работу с режимами это считаю что более эффективный метод ну работ по своей речи которые вроде когда сидят 50 человек и глазами на меня смотрят я уже привыкла вот разговаривать с экраном мне еще пока сложновато начинать брать ответственность на себя за работу с новичками так съехал немножко слайд работать на результат спасибо за внимание желаю всем всего хорошего чтобы ваши мечты сбывались всем привет как меня слышно по поводу ключики меня зовут роман кратченко роман почему я в проекте первоначально как бы давайте дальше вот почему я в проекте и как пришел сетевой именно бизнес про сетевой макетинг как бы я слышал я давно ну как и многие из вас с первого раза не сразу понял то есть я не поверил что здесь работают действительно люди что могут зарабатывать какие-то деньги сначала было представлено какие-то деньги хотя бы зарабатывать осознание пришло после того как я увидел людей которые здесь зарабатывать большие деньги как это было да целый год за мной теща Галина мама сначала была она зарегистрирована в другой компании она целый год за мной бегала упрашивала меня давай давай начинай давай работать когда получится ну я не соглашался я упорно знал я уверен в себе я на то время работал торговым представителем более шести лет уже как бы я продавал успешно продавал скажем так ну все продавал от китайского шерпотреба до последнее место работы у меня менеджер агентской группы было это тоже это и выступал перед людьми и продавал пенсионную информацию скажем о пенсионном чтобы люди пенсионный ход переходили в мой непосредственно да и как лариса справа сказала не знаю почему но перед двадцатью человеком и перед пятьюдесями рассказывать намного проще намного легче не такое может волнение может потому что люди на тебя смотрят а здесь как то да сейчас я тоже переживаю я тоже волнуюсь вот также я пробовал развивать бизнесы другой компании а ну ничего не вышло поэтому а насчет так длился ладно а посетила так же настал момент когда меня тетя все таки уговорила так она купила уже билеты на семинары и тупо меня пригласил вот давай на тебе вот два билета поехали посмотришь он понравится твою не твою когда там решишь уже сам но деньги были потрачены собрался и поехали поехали посмотрел да я увидел людей увидел что я думал сектор раньше тоже да увидел думал что я один такой дурачок возможно это заинтересовало да что то в этом увидел сколько людей многотысячный зал многотысячное окружение я думаю поэтому ну решил не может быть столько дурочков на свете несколько тысяч людей которые действительно здесь собрались не просто так тем более посмотрел на сцену смотрел а и я увидел какие там одеты люди что на них одеты у них часы больше там мои зарплаты было несколько сорок сотен раз скажем так поэтому да спасибо тесе но по давай следующее да да по определенным причинам у меня там не получилось мы этот бизнес прекратили и сейчас мы решили потом в дальнейшем решили Галя стала дома сидеть мы переехали в село я также работал и Галина искала возможности тоже и нашла вот проект Арифлэм мы уже знали что такое сетевой маркетинг поэтому я ей сразу сказал давай пробы давай начинай я пока буду семью обеспечивать а ты начинай делать в общем после этого после очередного метода построения бизнеса своего собственного ну обычного традиционного после того как да я ездил на вахту каменщиком работал на стройке в Москву на несколько месяцев а потом открыл свой традиционный бизнес с напарником который успешно меня грубо так скажем киданул и я ни с чем собственно свернул свой бизнес в течение двух дней хотя развил уже его нормально вот сейчас мы работаем вдвоем идем к своим целям и мечтам следующий слайд а но цели мечты возможно какой всех может это примитивный это дом большой там где нам хочется в том месте именно где нам хочется не в каком нибудь селе там двухтичном а где нибудь может быть на берегу моря комфортный уютный чтобы у каждого была своя комната было экологически чистым но соответственно как и какой мужчина не любит они что это хорошая машина процент а классном отдыхе а путешествия процент полная всех достижениях которые 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 я увидел здесь именно развивая в нашей компании ну все спасибо за внимание всем спасибо пока привет команда как меня слышно пропустите в чат отлично меня зовут Агаджинян Шогик и я в проекте второй раз уже давайте немножко идет тема я армянка у меня такое необычное имя поэтому если кому неудобно называйте меня Саша потому что крестили меня как Александра вот такое отступление небольшое давайте немножко о себе мне 29 лет я жил в городе Щелково Московской области спасибо мы в Москве около 12 лет поэтому в связи с переездами у меня не получилось сразу поступить в институт поэтому я чтобы не болтаться здесь училась в колледже закончила колледж и сразу после колледжа пошла вот тут же буквально на следующий день жутко волнуюсь вот параллельно с работой я училась в будни я работала в выходные я училась три с половиной года были для меня такие напряженные получила я образование с отличием информатика экономист и работала я тоже в посмежной такой профессии менеджмент маркетинг занималась сайтами компании или следующий слайд пожалуйста занималась сайтами компании пришла помощником менеджера и через пару месяцев наверное стала менеджером последние полтора года на работе я была уже вместо начальника исполняла обязанности начальника в принципе мне кажется у меня получалось потому что никаких нареканий директора не было никогда вся моя работа была эпохпальна вот спасибо большое ушла в декрет хобби до декрет декретного отпуска я много чем занималась занималась фитнесом танцами латино восточные танцы мне очень интересно мне это все нравилось читать люблю читаю в основном художественную литературу художественную литературу но вот последнее время я втянула на что-то такое обучающее для мамочек не о детях а просто для мамочек вот Света Кончарова мамочкам очень интересные книжки пишет ногтевой сервис это тоже мое тоже люблю шелак гель-лак в общем это все в общем мое до сих пор этим занимаюсь ну вот давайте следующий слайд 14 апреля 2014 года вот такое знаковое у нас четверок очень много в 4 утра родилась моя дочка моя любимая дочка моя жизнь мои сокровища мое сердце это все мое это вот статус мама мне кажется это самый главный статус самая профессия знаете которая не сравнивается ну просто ставить на весы ребенка и какую-то работу это просто для меня не сейчас я понимаю что ребенок это самое важное дети это самое важное я не хочу оставлять ребенка не хочу я хочу развиваться но не хочу оставлять ребенка вот с 14 года по сей день я домохозяйка не хочу оставлять это место домохозяйки не хочу возвращаться к жизни почему не хочу потому что стало ценить время Хочу видеть, как растет ребенок, потому что она каждый день другая, каждый день у нее что-то новое, каждый месяц это совсем другой ребенок. В общем, ребенок это все. Давай, если я считаю, это ты болтай. Ценю время, даже по делам, когда езжу в Москву, я работала в Москве, по делам, когда езжу, вижу речку из этих людей, которые сидят в электричке, едут и теряют свое время, сидя просто в электричке, в метро толкаются. Вот не хочу, вот правда, это драгоценное время, надо его ценить, надо его хранить и воспользоваться временем правильно, потому что жизнь идет, и каждый день его не вернуть, каждую минуту не вернуть. Вот, Лиля, давай, Калюси. Мне надоело работать на дядю, исполнять чужие мечты, работать, оставлять ребенка идти, исполнять чужие мечты тоже не хочу, поэтому работать на дядю тоже не буду. Ну и просто домохозяйка тоже, конечно, будет, хочется, хочется самореализации, хочется развиваться и делать так, чтобы в будущем ребенок гордился мамой. Мои мечты, наверное, я уже слушала других наших ораторов, у всех мечты практически одинаковые. Машина, квартира, отдыхать, да, самая моя такая мечта, которую я хочу в первую очередь исполнить, это показать ребенку весной. Ну, а потом дальше, что же, ну, уже постепенно должно быть. Вот, ну, мечты, наверное, такая вещь, можно мечтать о многом, нужно немножко приложить усилия, чтобы эти мечты сбылись, да. И сейчас, даже если где-то что-то не появляю, где-то что-то не успеваю, то это потому, что я немножко не могу, за три года я привыкла, что ребенок все время со мной, ребенок все время рядом, и не всегда получается отлучиться и делать какие-то дела именно в работе. Но я очень стараюсь, правда, очень стараюсь. И действительно, через какое-то время я уже настроила себя на то, что в Арифлейн что-то получится, другому быть не может никак. Спасибо большое за внимание. Действительно, очень тяжело говорить, когда не видишь глаз, но я правда всех вас почувствовала. Спасибо вам, Антония. Пока. Ага, все, да? Ага, хорошо, погромче. Так, ну, я микрофон буду к себе поближе тогда держать. Всем добрый вечер, меня зовут Иванова Анна. Так, ну, страшные тайны всем открылись, что я сестра Татьяны Фроловой, нашего первого спикера. Сразу оговорюсь, я не родная, а двоюродная сестра, но, в общем-то, многие семейные черты у нас сходы. Вот так вот. Итак, мне 39 лет, я не замужем. Пока. Да, я та самая сестра Фроловой Татьяны, которая ураганом ворвалась в ее жизнь, с идеей об Арифлейн. Потому что, в общем-то, Арифлейн в моей жизни ворвался точно так же. Татьяне сразу же хочу сказать своей сестре большое спасибо. Большое спасибо за поддержку, за понимание, потому что человек не отказался, грубо говоря, в этом плане от меня и смогла разобраться, докопаться до сути, поверить в меня, в идею и даже, грубо говоря, несмотря ни на какие упрете со стороны родных, мы плывем пока в одном корабле. Но нас, я так думаю, еще нас догонит. Итак, у меня высшее образование, я живу в городе Саратове. Окончила я логический факультет Саратовского государственного университета и по специальности я биолог, преподаватель по специальности биолога. Ну, то есть, в общем-то, я преподавать, так сказать, люблю, грубо говоря, да, диплом мне позволяет это делать, но, собственно говоря, я работаю не по специальности, работаю я в компании Росмер, являюсь главным специалистом отдела по повышению операционной эффективности и, тем не менее, педагогичность здесь, то есть от меня все равно не отходит, а провожу внутренние тренинги от своих коллег, так сказать, внутреннего его предприятия. Ну, вот у нас одни из присутствующих стикеров говорили, что тяжело рассказывать для малого количества людей, да, а вот очень достаточно более, как бы, комфортно рассказывать для большой аудитории, там, 20-30 человек. Ну, не знаю, может быть, это индивидуально, но хочу сказать от себя. Я знаю, лично мне комфортно, когда именно общаюсь в интерактивном таком ключе, когда 20 человек сидит аудитории, да, ну, раскачать аудиторию немножко тяжеловато. Когда приходит 8-10 людей на занятия, да, установить контакт с аудиторией намного проще. Во-первых, люди сами себя чувствуют намного проще, более домашняя и раскованная атмосфера. Ну, и здесь, соответственно, тренер может себя вести несколько, так сказать, более контактно. Так, Лили, дальше, чтобы не отвлекаться от темы, потому что говорить много, говорить могу много и долго. Следующий слайд. Итак, ну что, хобби, да, вот если моя сестра двоюродная любит рисовать, я вам сразу признаюсь, рисовать я не то, что не люблю, я вообще не умею рисовать. У меня, как я говорила с детства, у меня антиталант к рисованию, зато я люблю танцевать. Да, и как-то у вас, ну, танцевать люблю как? Так, для себя, конечно, в компаниях и так далее. Ну, раз, один раз, 37 лет, я решила заняться танцами, так сказать, посерьезнее. Но, танцами не простыми, а стены полдэнс. Да, то есть все, что вы читаете сейчас на слайде, это совершенно верно, это правда, абсолютно. Вопрос в другом. Сейчас многие, наверное, кто-то знает, что это, да? А кто-то сейчас, а что это? Лили, крутим следующий слайд. Итак, полдэнс – это танцы на пилоне или танцы на сессе. Как я пришла? Как я пришла в полдэнс? Скажу сразу, прямо в двух словах, коротко. Ковыряйте в очередной раз в интернете. Я натолкнулась, в общем-то, почему-то меня тема-то заинтересовала, я решила посмотреть. Ну, вообще, как это выглядит? И когда я увидела выступление Анастасии Сукторовой, это одна из звезд полдэнса, нас соотечественных, я просто была поражена. Я была поражена, я не знаю даже как. Это такая красота, это такая пластика, это вообще, ну, отпад просто. Так что, в принципе, я загорелась этой идеей, но эта идея не сразу у меня как бы реализовалась. Ну, как говорится, еще просто так в жизни не бывает. Получилось так, что все-таки я пришла туда, пришла в 37 лет, да, я была самой старшей из девочек, которых вы видите, да, в нашей команде. И тем не менее, тем не менее, два года я, ну, отзанималась в воле, естественно, может быть, там не все идеально у меня получалось. Но тем не менее, выступали мы, в общем-то, и на чензионате. Мы в 2016 году ездили с моей, так сказать, ну, как сказать, с коллегой по цеху, да, если вы видите, да, вот она как раз тоже на коленчиках стоит, напротив меня, Алска. Вот, она в свое время четвертое место заняла, в Тамаре проходила чемпионат. В общем, в таком все ключе. Танцевать люблю, танцы на самом деле очень красивые, очень пластичные, да, разливается пластика, просто у меня на глазах, а даже это, ну, как сказать, беловидно, когда девчонки к нам приходили и, ну, образно говорят, ну, никакие, да, буквально за какие-то там месяц, два, три, ну, по желанию, естественно, если человек хотел заниматься, то, конечно, да, пластика просто нарабатывала. Так что, я так думаю, что это было одной из моих целей, ну, так сказать, исполнил там в жизни. Линя, следующий слайд. Так, еще, еще, я люблю путешествовать по просторам нашей Родины, да, пока, честно скажу, за границей ни разу пока не была, но я думаю, что не все потеряно, однако вот по просторам нашей Родины я была, ну, не в малом количестве мест, да, вот вы видите, здесь на слайде представлено озеро Байкал, да, я была на Байкале, и Северный Кавказ, Северный Кавказ, там и Черное море, и такие, как Тесигорск, да, там и Северная Осетия, то есть в Донбай ездил, очень красивые места, Донбай просто меня поразил своей красотой, вообще. Да, ну, кто на Байкал ходит, пожалуйста. Конечно, только там вода, конечно, прохладная, больно не искупается, там в летнее время даже пить до плюс 18, и хорошо, если прозревается. Так, ну, а в 2016 году, вот вы видите, последние фотографии на слайде, да, в этом году я побывала на Алтае, ну, что скажу, произвело впечатление, да, да, произвело, побывала на Алтай, именно в Алтайских горах, с экскурсиями, природа, сразу скажу, отличается, горы, сами Алтайские, сразу скажу, отличаются от гор Северного Кавказа, тем не менее, вроде бы там горы и здесь, однако нет, растительность другого характера, и, в общем-то, сами породы тоже другого. Ну, кому интересно, в общем-то, я думаю, это людям, так сказать, для справки, вот. Лиза, следующий слайд, ну, помимо этого, я еще в других местах была. Так, Арифлейм. Ох, Арифлейм, Арифлейм, это еще одна захватывающая история, моя жизнь такая же, как и Пол Бенц, можно сказать. Да, вот все было именно так, как написано на слайде. Однажды осиним утром 2016 года, конечно, это был выходной день, да, потому что в бегателе между рабочими днями, наверное, как-то не сожреть до этого. Я проснулась со знанием и глубоким желанием иметь свою жизнь, ну, в том числе материальной платой, естественно. Да, долго думала, размышляла и, открою, да, ну, теперь уже это не секрет, Лили Донского, моя дальняя родственница, я обратилась к ней с просьбой включить меня в проект карьеры онлайн, и вот я здесь уже 18 октября 2016 года. Но на сегодняшний день, какие мои успехи, да, может быть, у кого-то, естественно, есть и лучше. Но мой лучший успех и рекорд, да, на сегодняшний день я менеджер 9%. Плохо или хорошо, не знаю, судить вам, но, тем не менее, это в любом случае показатель того, что я не стою на месте. Лили, следующий слайд. Да. И так, изменилась ли моя жизнь с рефлэн? Да, бесспорно. Да, бесспорно, она изменилась, как и во всех случаях, когда принимают решение, быть или не быть, чего бы это не касалось. Конечно, изменилась. Изменилась не просто видение, изменилась прежде всего мышления, видение, видение одних и тех же вопросов, да, под другим углом зрения, под другой призмой. И вообще, как бы, смотришь и не только на, так сказать, профессиональные деятельности, но в целом на жизнь и на свою, и, естественно, на жизнь и коллег своих по работе, и своих родных и родственников. Собственно говоря, придя в рефлэн и начав фактически рекрутировать, Татьяну, свою сестру, я подстанусь тоже в этот бизнес. И сразу скажу, да, сразу скажу, что я не пришла ни на подарки, ни на списку 20%. Вот когда я в тот день написала Лилия, что как можно к вам попасть в прошлый проект, в моей голове четко было, что я иду на бизнес. То есть мой был выбор, это бизнес. То есть никакие там не вкусняк, ничего, хотя это тоже приятно все получать, но первое, первое, что было в этом списке, это был бизнес. Поэтому спасибо. Да, я умею удивлять. А еще Татьяна Фролова, если ты поняла. О, Лилия, это у нас семейная. Вот. Так, спасибо всем за внимание. Была рада со всеми познакомиться, увидеть всех, как сказать, видеопотоки визуально. Команде я желаю успехов, развития, роста, побольше ценных кадров, потому что, ну, без кадров, соответственно, действительно, самый главный актив, самый главный актив – это ценные кадры. Никакими, неизвестными, всего будут ценные кадры, будут и деньги, и все. Желаю что? Ну, грандиозного товарооборота, соответственно, конечно. Ну, ради чего мы хотим, собственно, здесь работать, да, получать за что деньги, зарплату и так далее. Так, ну что, ну, конечно, чтобы все были живы, здоровы и просто счастливы, потому что бы нас ничего негативное, ничего негативное, вернее, не отвлекало от нашей, основной задачи, от наших целей. Тебе желаю, да, Татьяна вот у меня пожелала дважды, да, я желаю дважды, даже три с бриллиантовым директором. И более того, я думаю, что перфекция. Можно и нужно войти в президентскую команду. Только все строим ровным садом со двой ноги. Так что, друзья, спасибо за внимание, спасибо вам за то, что слушали меня, спасибо вам огромное за то, что позволили как бы мне вас выслушать, да. Я хочу сказать, что увидела сегодня большое количество целеустремленных, позитивных, радужных людей. Очень приятно было познакомиться. Я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем встречаться в этой комнате, мы уже имеем большее представление друг о друге, да, больше, так сказать, большую контактность. Поэтому, ребят, спасибо огромное за внимание. Всем привет, пока, всех люблю, целую. Вы знаете, после такого выступления, завершающего, уже даже сложно что-то добавить. Я потрясена нашей группой. Ребят, давайте вы своими аплодисментами покажете, насколько вам понравились наши спикеры сегодня. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это были первые слайды, первое выступление, первый раз с видеопотоком. И насколько это сложно говорить в экран, не зная, кто тебя слушает, какая реакция идет с обратной стороны. Контакт устанавливать достаточно сложно. Но я прям вот реально чувствовала, каждой клеточкой из своего тела и всем-всем-всем, насколько это было для каждого из вас интересно. И вот даже просто единственное, что я хочу сказать, что я восхищена. очень практически, да, профессиональные выступления, эмоции, искренность, все есть, ваша подготовка. Я вам очень благодарна. Шикарная работа, тем более, что вы делаете все в такие сжатые сроки, что я уверена, что вы даже не успели посмотреть все ролики рекомендательные. И я вам хочу одно пожелание сказать. Всегда, всегда развивайтесь, всегда ищите еще лучшие возможности для того, чтобы достучаться до аудитории. Потому что в нашем с вами деле, когда мы хотим донести информацию до людей, мелочей нет. И тут важно все. И как вы выглядите, и как выглядят ваши слайды, как вы говорите, какие вы делаете зацепки. Пожалуйста, пересмотрите все ролики, которые я вам там подгрузила в уроки, чтобы ваш профессионализм рос. Ну, я могу сказать, что каждый из вас готовый спикер. И особенно, что мне понравилось во всех выступлениях, то, что вы сделали подводку, такую шикарную, переход к бизнесу, то есть как вы к этому пришли и показали силу своей веры в этот бизнес и в свой успех. Ребят, еще раз вам громкие аплодисменты. Просто вау! Действительно, да, на все 100-500% дебют прошел. Я сделала запись, сейчас обработаем, выложим, чтобы посмотрели все, кто не смог сегодня присутствовать. И потрясающее пожелание на слайде для всех. Давайте исполнять, ребят, да, чтобы в следующий раз, встречаясь в комнате, мы уже здесь писали не просто, да, свое имя, фамилия, а писали «Бриллиантовый директор Агаджанян Шогек», да, там «Бриллиантный президент» и так далее, и так далее, чтобы каждый себе переписал уже свое звание с гордостью. Все, спасибо, ребят, до встречи! Да, мы вас еще удивим, у нас еще одна команда готовится в гурчат, так что все только начинается. Спасибо, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok